здравствуйте дорогие друзья рад вас всех приветствовать этим вечером и так на стандартно наверно для всех эфира пауза который будет длиться пару минут пока вы все присоединитесь и соответственно у нас есть уникальная возможность задать мне несколько вопросов но соответственно я представлюсь меня зовут игорь фамилия подолян скажите пожалуйста хорошо ли меня слышно хорошо ли мне видно давайте проверим связь друг с другом поставьте пожалуйста плюсики поставьте пожалуйста минусики все ли хорошо со звуком прекрасно всех приветствует отлично и так лично достаточно большое количество участников нашего прямого эфира я даже честно говоря не ожидал потому что это 9 часов вечера по москве во многих регионов нашей страны уже время конечно же больше меньше в той степени либо уже следующий день как я знаю что уже во владивостоке поэтому ребята всех действительно рад очень приветствовать итак давайте еще минутку подождем и соответственно будем начинать потому что подождем те кто к нам присоединятся если есть какого-то у кого-то какие-то вопросы пожалуйста пока задавайте действительно есть уникальная возможность со мной пообщаться и я думаю что я буду рад ответить на ваши вопросы я не то что думаю я уверен что хочу ответить на ваши вопросы поэтому будьте добры так всех рад вас видеть итак до максим на фото москва всем всем здравствуйте что ж ребята вопросов у вас ко мне не нет но я вижу что все равно озвучьте тему эфира пожалуйста да и все ребят сейчас озвучу просто подожду когда вы все присоединились потому что закрепляйте тему эфира не люблю а в то же время о ней рассказать хочется поэтому ребят сегодня мы будем разговаривать конечно же о детской семейной фотографии которой я конечно же занимаюсь и давайте поговорим про фонарь да здравствуйте какой у вас фонарь фонарь меня all the light температура 3000 кельвинов один и второй меня пятитысячный фонарь тоже all the light 5000 по цветовой температуре и так на этот вопрос я быстренько ответил у нас мне не очень нравится то что то что у нас расшаривается не весь не те папки что хочется для показа вам фотографии потому что подготовил вам целую папочку я достаточно давно уже не выходил в эфиры в рамках марафонов и немножко конечно мне не нравится что на конкретную папку которые хочу расшарить чтобы вам показать невозможно это сделать но ничего страшного я думаю что мы справимся и так так количество участников растет поэтому будем ждать пока все присоединятся как правило это длится 34 минуты давайте еще минуту мы подождем и дальше уже с вами будем начинать и соответственно на какую камеру снимаете какие объективы знаете давайте на этот вопрос я отвечу немножко позже в рамках эфира привет алексей приветствую всех вас рад видеть так 76 да еще количество участников растет прекрасно ребята ища Haszain Даже что вы находитесь здрасте как осеннее настроение вы знаете ну прекрасное осеннее настроение очень печально что ну как печально радостно что я сегодня улетаю в киев на мастер-класс Но печально, что я летаю из Москвы, потому что в Москве очень крутая такая, знаете, хорошая пограничная погода Листва очень такая интересная, зелень просто сногсшибательная А в целом настоящее очень круто, вчера был мастер-класс, который мы успешно провели с моей супругой Поэтому все как бы в целом все ок, все хорошо Вот как раз вчерашний мастер-класс, снята фотография и как раз решил ее вам показать Сегодня также ее выставлял Итак, дорогие друзья, давайте присоединяемся и тема сегодняшнего эфира закреплять не буду Потому что я думаю, что мы все взрослые люди, вы можете ознакомиться и в рамках аккаунта И пожалуйста, дорогие друзья, тема сегодняшнего эфира у нас детская семейная фотосессия, скажем так И давайте скажем так, основные нюансы при работе в данном жанре Давайте я представлюсь, меня зовут Игорь, фамилия моя Подолян Я как раз являюсь детским семейным фотографом, ну еще и свадебным фотографом Потому что свадебная свадьба, по большей части, у меня, наверное, уже отошли на второй план Потому что все-таки семейная съемка, детская фотография для меня более на сегодняшний день в приоритете Что касаемо ваших вопросов, ваш фотоаппарат и объектив, я отвечу в рамках данной лекции Лекции будут длиться час, лекции можно назвать эфир, как угодно, наше с вами общение Давайте это будет просто общение, на которое я буду отвечать, если кто-то меня знает, у кого-то не было возможности со мной пообщаться В конце вы зададите ваши вопросы, а пока мы будем с вами идти по намеченному плану, который я запланировал для данного марафона, назовем данного аккаунта Итак, дорогие друзья, давайте я немножко покажу свои работы, чтобы вы понимали, что я снимаю Потому что я вижу, что многие аккаунты я не знаю Поэтому мне кажется, что некоторые из вас первый раз со мной встречаются Редко встречаешь детского фотографа среди мужчин? Да, детский семейный фотограф на сегодняшний день мужчина – это редкость Но в то же время, видите, они еще существуют Это, наверное, хорошо или плохо, но не меня судите По крайней мере, я лично получаю огромнейшее удовольствие от той профессии, от того жанра, которым я занимаюсь И рад, что перешел со свадеб непосредственно на данный жанр Давайте на положительной сфинке, наверное, остановлю фотографии свои И немножко мы пойдем по теме нашего сегодняшнего дня Итак, я, конечно же, знаю, что вы все прекрасно понимаете, зачем и почему снимаются детские фотографии И семейные фотографии, конечно же, по одной простой причине Память наша достаточно скоротечная, быстротечная И даже та мама, которая с самого день раннего детства с своим ребенком находится Она в конечном итоге забывает самые интересные какие-то моменты Мимишность, возраст, а все меня это прекрасно знаем Потому что я, судя по себе, я очень часто вспоминаю своего сына Когда он маленький был, что-то делал такое интересное Но в рамках того, что я его тогда в тот период не снимал Мне, конечно же, немножко расстроен, что у меня ничего не осталось Никаких фотографий именно профессиональных Мы не говорим про фотографий на iPhone Мы не говорим про разные, скажем так, средства помимо телефона профессионального Помимо фотоаппарата профессионального Но в рамках вот именно для этого, наверное, я и начал заниматься фотографией на детской Почему? Потому что как раз у меня родился сын И в этот период я постепенно начал полностью уходить Полностью поменял свое портфолио Полностью переориентировался в рамках жанра именно семейной детской фотографии Ну, побольше детской, наверное, фотографии Мамам очень нужно, да Мамам очень нужно, действительно Это очень круто Ребят, спасибо за ваши комментарии Мне очень приятно, но давайте будем дальше двигаться Потом вы расскажете, поделитесь своими впечатлениями о моем голосе и о моих работах Спасибо вам большое, спасибо за поменение И по большей части я хочу вам сказать, действительно, чтобы запечатлеть какие-то моменты Это, конечно же, самый лучший способ это является фотография Ну, мы все это прекрасно знаем Да, начало должно быть вступление в любом выступлении Я думаю, что я не сказал ничего нового Но в то же время направила наш с вами диалог, разговор в правильное русло Какие фотопроекты делали? Никакую не делаю фотопроекты, абсолютно нет никаких фотопроектов И в первую очередь я хочу сказать, если о детской, семейной фотографии Вообще о фотографии Вы знаете, те, кто приходит фотографии, наверное, не понимают, что фотография вообще по-сама, по себе Это архи-сложная профессия, да, потому что я могу с уверенностью сказать, что это все-таки профессия Я отношусь к тому, с чем я занимаюсь, достаточно серьезно Я посвятил, по крайней мере, последних 10 лет занятию фотографии В чем, конечно же, в разных жанрах причем И, вы знаете, я рос, расту и совершенствую в своей профессии И могу сказать, что съемка детей, как и свадебная, как и съемка фута или так дальше Ну, ничем, в принципе, не отличается, потому что то и то сложно Многие, когда я вот читаю где-то какую-то информацию, все говорят Детская фотография – это самый сложный жанр в фотографии Детская фотография – это очень сложно, это дети Детская фотография – это сложно, потому что это мамы, бабушки, дедушки И те папы, которые вообще абсолютно не хотят фотографироваться И так далее, и тому подобное Вы знаете, я, наверное, это встречаю в разных жанрах фотографии Поехте, когда снимаешь свадьбу, если кто снимал свадьбу Вы знаете, что с невестой тоже бывают какие-то трансформации в день свадьбы Ее снимать не легче, честно говоря, да, и жениха в том числе Поэтому для меня, как для свадебного фотографа В принципе, перейдя в детскую фотографию, не учтил такой, знаете, большой колоссальной разницы Что это архи сложно или это архи не сложно Ну, съемка – съемка, не более того, со своими минусами, со своими плюсами Я хочу сегодня вам рассказать о том, какие, скажем так, у меня нюансы возникли Когда я начинал и до сих пор, до сегодняшнего дня Встречается в работе именно детского семейного фотографа Именно об этом мы сегодня поговорим И именно я выскажу свое мнение в той или иной степени В рамках часовой лекции Да, свадьба это же О том, чем я занимаюсь сегодня достаточно плотно И то, чему я на данный момент посвящаю практически 90% своей жизни Итак, первое, что я хочу сказать Я вижу ваши вопросы, я знаю их, потому что я занимаюсь в той или иной степени Какой-то преподавательской, ну, грубо говоря Потому что, ну, обучающей деятельностью у меня своя онлайн-фотошкола Плюс дополнительно это мастер-классы Плюс какие-то марафоны и так далее и тому подобное Я вам хочу сказать, что первый вопрос, который задается Это всегда, конечно же, какой Это, Игорь, какой комплект у вас Какой комплект у вас техники И, конечно же, я вам хочу сказать, что комплект техники у меня достаточно простой Многие вон заинтересованные доброжелатели, которых нужно поставить заблокировать Пишут, что такое ощущение, что это китайская копия Двояковска Ну, вы знаете, я очень хорошо знаком с Ильей Двояковской И могу сказать вам одно Ну, не только Илья снимает цвете Все люди, которые снимают цвете, это, получается, копии Двояковского Ну, посмотрите картины, которые написаны тысячу лет Тогда они тоже получаются копии Двояковского Люди, которые снимают цвете, это не копии Двояковской это люди, которые любят цвет, вот и все, если вообще в целом ответить, поэтому и открыли бы аккаунт, мы посмотрели на ваши уникальные бы фотографии, давайте дальше продолжаем по технике, что касаемо техники, комплект простой, это Canon 5D Mark III, это объективы, в принципе, у меня вся линейка объективов, начиная от 24 мм, 24, 50, 85, 135 и 200 объектив, который приобрел, ну, буквально где-то, ну, уже год практически прошел, поэтому вот мой комплект вообще в целом, плюс 24, 70 и 70, 200, вся линейка для работы как на свадьбе, в то же время, как и детского фотографа, а основной комплект, который я использую на своих свадебных работах, это же не на свадьбе, а на детских работах, я беру с собой 85 и 200, очень для меня любимое фокусное расстояние, потому что 200 достаточно далеко, достаточно, ну, сильно иногда размывает фон, в то же время, если хочется подойти поближе, наладить какой-то контакт и действительно красивый фон, нам позволяет его и хочется его снять, то пошире, то действительно я использую уже непосредственно 85 мм, поэтому достаточно такой простой набор, и я понял, что по большей части, если съемка ведется на территории нашей страны, в нашем городе, это как раз для меня это оптимальный комплект, я бы хотел снимать пошире, хотел бы снимать на, скажем так, хотел бы снимать на 50, но не всегда это возможно, но в то же время, те мастер-классы, которые веду в тех городах, которые я посещаю, есть многие ребята, которые снимают на 50 мм, вы знаете, иногда на 50 очень интересные кадры, и я считаю, на сегодняшний день с полностью, полностью хочу сказать, хочу вам сказать с полной уверенностью, что 50 мм, если выбрать правильный ракурс, это одно из самых интересных стекол, скажем так, для того, чтобы использовать их для детской и семейной фотографии. А теперь, что касаемо 35 мм, ну 35 для меня достаточно широко, при съемке 35 мм объективами, вы знаете, очень много попадает в кадр лишнего, плюс попадает дополнительно очень много неба, плюс попадают дополнительно какие-то элементы, вы знаете, что, как правило, я всегда говорю, что если мы снимаем где-то в наших удивительных красивых кустах, рядом всегда какой-то находится мусор, и всегда что-то попадается, что-то мешает, ну и небо, конечно же, основная программа, это то, что попадает небо в кадр, которое привлекает к себе внимание. Поэтому, что касаемо ваших вопросов по объективу, давайте я отвечу немножко на ваши вопросы. Итак, 200 мм f какой, 3.5, 5.6, нет, 200 мм это 2.0 объектив, поэтому ознакомьтесь, достаточно дорогой объектив, вы знаете, не стоит вам покупать для детской и семейной фотографии 135 мм прекрасное стекло, которое вас перекроет все ваши задачи. Я просто давно не мечтал, купил его, рад, но это тяжело, нелегко, но в то же время достаточно интересно. Поэтому у каждого человека есть какая-то определенная мечта, и я мечтал о нем, я это сделал, я его купил, ну не более того, это не фетиш, скажем так. 85 мм или 135 мм, использую чаще 85 мм, 135 мм мне необходимо использовать, потому что у меня есть 200, поэтому я снимаю на 200. Если говорить про техники, с собой, конечно же, я ношу это фонарики, LED-панель, и, конечно же, комплект импульсного света, это вспышка, радиопередатчик, соответственно, радиосинхронизатор, я думаю, что это стандартный набор для того фотографа, который снимает в достаточно сложных световых условиях, это если вы прошли свадьбу, вы знаете, что без вспышки свадьбу снять достаточно сложно, если мы говорим о не съемке на 24 мм, мы говорим о 85 мм, если мы говорим о что-то длиннофокусном. Что касаемо 24-70, прекрасное, обалденное стекло, поэтому, ребят, не обязательно переходить на фиксы, чтобы получать достаточно интересные картинки. 24-70 зарекомендовала себе как одно из самых лучших стекол не только в репортаже, но в то же время по своей красоте и детской семейной фотографии. Поэтому, ребят, абсолютно не обращайте внимания, что я снимаю на фиксы. Вы получите, да, немножко, может, вам придется раньше на полчаса начинать съемки свои, потому что у вас диафрагма, например, на 2.8, может, у вас, возможно, камера не 5D Mark III, но в то же время камера 5D Mark III, которая у меня, она не самая, скажем так, сногсшибательная или в линейке Canon, но она позволяет снимать достаточно в сложных условиях, поэтому, скажем так, если говорить про эту фотографию, которую я снимал позавчера, достаточно уже сложная в рамках мастер-класса своего, сложные были световые условия, но в то же время Canon 5D Mark II с объективом 200, очень жуткий, уже действительно было темно, соответственно, достаточно хорошо справился. Поэтому давайте про саму съемку поговорим. Давайте сейчас поговорим в рамках ваших вопросов. 18-140 можно, 18-140, я думаю, что немножко будет темноват. Все-таки я вам рекомендую использовать более светосильные объективы, это будет для вас, скажем так, вы будете на шаг немножко впереди, плюс будет интересное размытие, если нам нужно оторвать наших героев, соответственно, от нашего фона. Если съемка полный рост, какой против самоприемлемый по заднику в хлам? 135 мм – задник в хлам, реально задник в хлам, поэтому используйте 135 мм, будет вам счастье. И можете использовать 85 мм, диафрагма 1,2 тоже позволяет достаточно размывать задник в хлам. Давайте дальше пойдем по плану, который я наметил. Итак, освещение для фотосъемки детских портретов. Так я назвал эту часть. Ну, соответственно, я снимаю в разных абсолютно святых условиях, в зависимости от задач, которые передо мной стоят, и в зависимости от занятости своих героев, в принципе, от тех задач, от той идеи, которую я выстроил, которую я поставил перед собой для снятия той или иной истории, скажем так. Поэтому съемка проводится в достаточно как и сложных условиях, и так в достаточно комфортных условиях. Вы все прекрасно знаете, что это час до заката, это прекрасное время для того, чтобы получить удивительно мягкие, красивые портреты, в то же время по свету имеется в виду, по освещению ваших героев, плюс появляется какая-то атмосфера. Если вы еще снимаете в контровом свете, вообще кадры приобретают достаточно интересный такой эффект. Вы же знаете, что наша задача, как фотографов, снять обычный куст и сделать его необычным. Все фотографы, кто занимается фотографией, мы должны понимать, какую цель мы преследуем. Все заказчики, которые нам вращаются, в той или иной степени, фуд-фотография, дню-фотография, свадебная фотография, не хотят получить обыденные фотографии. Мы все хотим получить от работы фотографа какое-то чудо, какое-то волшебство, какую-то магию. И, пожалуйста, придерживайтесь этих концептов, и поверьте, если вы начнете прислушаться к моим словам, ваши фотографии начнут меняться, и клиенты начнут меняться. Это очень хороший совет. Поэтому работайте в разные световые условия, научитесь работать особенно с импульсом светом, научитесь работать с LED-панелью, научитесь работать с фонарем. Это не так все сложно. Вообще в фотографии именно техническая сторона, что касаемо съемки с правильной экспозицией, что касаемо съемки с правильным светом, что касаемо съемки с кинтоном и так далее и тому подобное, это самое простое, что вообще вы можете изучить. Это, скажем так, 2 плюс 2, вот вам и кадр. Потому что, в принципе, если вы только начинающий фотограф, конечно же, на вас обваливается какой-то шквал практически информации, вы теряетесь. Но если разобраться, если объективно подойти к вопросу, я скажу, фотография именно техническая составляющая, это просто. Почему? Потому что снять вечером с хорошим светом достаточно легко. Но основная наша задача, как я говорил выше, заключается в том, чтобы все-таки начинать снимать и показывать из обычных вещей, делать необычные. Любой заказчик, который ко мне приходит, он хочет действительно какого-то чуда, он хочет какой-то магии, он хочет какого-то цвета, он хочет какого-то света, но он совершенно не хочет видеть обыденность, понимаете? Это очень важно, важное понимание. По вопросам, подскажите, какой фонарь используете? Использую, говорил выше, 3000 и 5000. У меня два фонаря, поэтому, пожалуйста, если вам необходимо, возьмите себе на вооружение. Одежду же не всегда можно найти нужного цвета, перекрашивайте, не перекрашивайте никакую одежду, не считая, что невозможно что-то в фотографии. Если вы начинаете выстраивать в себе, невозможно найти одежду, невозможно найти ослика, невозможно найти собачку, невозможно найти шкепку, потому что я живу не в Москве, а вы там, москвичи, все можете позволить. Я считаю, что вы абсолютно не правы. Почему? Потому что, наоборот, я, живя в Москве, ощущаю жуткую нехватку одежды, именно, скажем так, из своего детства, Потому что я достаточно взрослый уже мужчина, и мне хочется снять именно то свое детство, которое было при Советском Союзе, мне очень сложно найти какие-то интересные старые варежки, шапки, шубки и так далее и тому подобное. В то же время в разных городах в той или иной степени нашей страны есть секонд-хенды, в которых можете приобретать одежду для ваших фотосессий за копейки. Никто не сказал, что не можете использовать, например, обувь, которую можно бушную, у меня размер обуви, наши размеры обуви с моей супругой, они где-то на два, на каждую семью коричневую полно. Это несложно, понимаете, я говорил в рамках эфира недавно, сложно, ребята, в шахте работать 15 смен по 24 часа, вот там сложно, идите с киркой помашите или с долото там, или с чем угодно, там поработаете 24 часа и потом подумаете, работа фотографа сложная или несложно, сложно подобрать образы, нет, в шахту спуститься на 2 километра сложно, и потом там сутки присидеть и назад подняться, вот это сложно. Фотография, как любая профессия, требует от вас каких-то усилий, понимаете, если вы пришли в фотографию, вы должны понимать, что нужно пахать так же и укладывать очень много времени, тратить время на одежду, сопровождать клиента, обрабатывать фотографию по умолчанию, снимать правильно, снимать красиво, снимать сразу, иметь хороший комплект техники, иметь хороший компьютер для обработки, иметь время для этого всего. Это по умолчанию, понимаете, если вы этого всего не готовы ради фотографии делать, ну успеха не видать, либо успех будет идти очень медленными шагами. Тут уже на ваше усмотрение, это точно, ну бабушки варежки могут цвет, могут, да, легко загребать жар чужими руками, да, легко загребать жар чужими руками. Итак, давайте дальше пойдем по настройкам камеры, немножко поговорим, поговорим про балансы белого, все очень любите задавать такие вопросы, поэтому я хочу вам сказать, что настройки камеры достаточно простые, в зависимости от ваших условий. Как правило, я, ну, 90% случаев снимаю на максимально открытой диафрагме, которая позволяет мое фокусное расстояние, с которой я снимаю, да, то есть в данном случае я снимаю на 85, минимально, ну, скажем, минимальная диафрагма, которую я снимаю, это в моем случае где-то 1,4-1,6, вполне позволяет снять 3-4 героя в кадре, очень хорошее размытие, очень интересный рисунок, поэтому я рекомендую прям 85 использовать на диафрагмах 1,4-1,6, он прекрасно работает, объектив, конечно, серии 85 и не 2 L-серии, поэтому, если говорить про настройки, диафрагма достаточно простая, что касаемо экспопары, которые спрашивают, скиньте настройки там с той фильм, которую вы снимали, я могу вам скинуть эти настройки, но что это даст? Свет в вашем регионе, свет в разное время, в разный час, на той же локации, он разный, понимаете, и что касаемо выдержки, ну, выдержку, соответственно, возьмите глазками, посмотрите, кадр темный, светлый, ну, все достаточно просто, что касаемо ISO, я думаю, что это вообще как 2 плюс 2, солнышко светит, соответственно, ISO 100, начинает темнеть, вы начинаете понимать, что выдержка, которую вы ставите, уже не позволяет вам снять кадр без смаза, без штатива, то, соответственно, ISO начинаете поднимать, все просто, ISO поднимаете, и по умолчанию вы должны понимать, чем выше значение ISO, тем выше вероятность появления шума, мы не говорим про технику Sony, которая позволяет снимать на 22 тысячах значения ISO, или на 50 тысячах ISO, они мне просто не нужны, поэтому давайте те, кто работает и снимает на Sony, не бросайте меня там сразу тапками, пожалуйста, если вы хотите, снимайте на все, что угодно, я расскажу свое мнение, что мне ISO в 1000-1200 хватает за глаза, снять любую фотографию, ту фотографию, которую я перед собой ставлю, это лично мой подход, поэтому, пожалуйста, на это тоже. Так, дальше, какой процент фото? Так, фотографию любую работу надо просто любить, когда все будут, да, давайте немножко пообщаем, процент фото в Инстаграм, творческие съемки клиента, в Инстаграм у меня, наверное, где-то 90% это творческие съемки, почему? Потому что, в моем понимании, я выкладываю, я же коммерческий фотограф, вы должны понимать уже, наверное, мы все выросли, и все понимаем, взрослые люди, что портфолио – это ваше лицо, соответственно, выстраивая портфолио, я, соответственно, очень четко понимаю, кого я хочу туда выставить, я четко очень понимаю, какие фотографии должны понять, потому что я делаю этим фотографиям посыл, понимаете, я делаю посыл своим заказчикам, ребят, если вы хотите получить такую фотографию, нужно сделать то-то, то-то, если вы хотите получить такие кадры, если вы хотите снять с животным, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Вот вам, пожалуйста, вот вам пример. А какая разница, какое количество заказов коммерческих или творческих? Вы что думаете, что при той стоимости съемки, которая у меня есть, или любой стоимости съемки, мы можем позволить себе похалтурить, что ли? Но это большое заблуждение. Я считаю, что нет-то, и бывает, конечно, клиенты, которые обострение у них там по осень, по весне, это существует определенный процент. Но если говорить по-взрослому, во всех бедах, которые мы говорим, что, ой, у нас плохие клиенты, ой, мы мало стоим, мы так дуэли, то и подобное. Понимаете, я считаю, что это виноваты мы, понимаете, потому что мы сделали, наснимали непонятные какие-то фотографии, начинаем их выкладывать, не вкладываем деньги ни в портфолио, не вкладываем деньги в свое развитие, выкладываем, бог что попало, там соседку снял, выложил, и потом вы удивляете, почему ко мне клиенты не идут за там, которые хотят съемку у меня за 100 тысяч рублей. Но мне кажется, по умолчанию понятно, да, почему ко мне не идут. Почему? Потому что вы сели, купили технику, и вы считаете, что вы по умолчанию должны уже брать деньги за фотографии. Ну, это вообще нонсенс какой-то, понимаете, такого не должно быть, и в нашей профессии не более. Хирург не сначала берет там инструмент и сразу за это берет работу, это какие-то деньги, понимаете. Хирург сначала 5 лет, 6 лет обучается, а потом начинает за это получать какие-то деньги, и то он сначала работает каким-то, например, там стажером и так далее и тому подобное. Ну, я не знаю всех нюансов. Поэтому, что касаемо фотографии, мне кажется, мы немножко вообще в целом тянем не за ту вещь, которую надо, да, я в рамках своих мастер-классов ребятам доказываю, показываю, что вы же все сейчас мячем занимаетесь, маркетинг, как себя продвинуть, что нужно сделать, так далее и тому подобное. Мы начинаем продвигать. А что мы продвигаем? Продукт создайте, потом продвигайте. Когда создан хороший продукт, есть что продвигать. А если вы снимаете откровенно плохо, да, хоть вы 100 курсов по продвижению посидите, ничего не поменяется. Абсолютно. Вообще. Никогда. Понимаете? Ну, раз вы разведете клиентов, там, да, своими фотографиями где-то своровали, еще что-то, где-то как-то продвинемся. Но реальность будет совершенно другая. Мир все-таки, при том, что люди как-то все считают, да, что можно друг друга разводить и так далее, люди не глупые. И люди, да, раз обожгутся, но трое к вам не придут. Как составить план для коммерческой семейной съемки? Давайте сейчас тоже про это поговорим. Понимаете, в целом психология фотографии неправильная. Мы сами фотографы не любят, хотим купить там за... Я раньше, знаете, как относился к фотографии, особенно детской, свадебной фотографии относился следующим образом. Мне молодой человек написал, Игорь, сколько стоит ваша работа? Я написал ему там достаточно такую, ну, обычную стоимость за свадебный день. И он начал мне доказывать, почему стоимость моей работы стоит. Ну, почему, он спрашивает, Игорь, почему я должен заплатить вам такие деньги? И я начинаю ему доказывать. Знаете, какой я туда список писал? Техника. Я писал туда, ну, все, что я прохожу в обучении, что я купил компьютер. Вот себе стоимость моего нажатия стоит столько-то, столько-то. А он говорит, чувак, а я все равно не понимаю. Понимаете? Если ваши работы не говорят клиенту о том, что почему он должен заплатить эти деньги, то наверное, не проблема в клиентах, да? Проблема, наверное, в нас. Поэтому задумайтесь, пожалуйста, вообще в целом, чем вы занимаетесь, зачем вы этим занимаетесь. И старайтесь свое портфолио выстраивать, исходя из того, что вы хотите продавать. Вот и все. Без разницы, что у вас там коммерческая, творческая. А что творческая, это не работа, что ли? А вы что думаете, на творческую съемку не тратятся деньги, которые заработаны на коммерческой фотографии, что ли? Ну, абсолютно такой взгляд однобокий. Что я должен постоянно выкладывать людей, которые всеми разные, в рамках того жанра, в котором работают, и все в рамках того понимания, что я продаю. А я продаю по большей части красоту. Конечно же, в той или иной степени я выкладываю тех детей, тех взрослых, людей, которые мне приятны, которые в рамках моей фотографии мне подходят. Почему я должен выкладывать соседку и девочку, которая мне вообще не нравится в этом кадре, но она давно заплатила деньги? Не могу этого понять. Поэтому, ребят, давайте немножко к портфолио. И что в портфолио не относится с каким-то ну, все у него там творческие съемки. Ну, ребят, ну круто же. А почему у вас не творческие съемки? Ну, наверное, проблемы у него нет. Давайте про настройки камеры еще немножко поговорим, потому что это важный момент. С вытяжкой я думаю, что вам все понятно, с психологией фотографии я думаю, что вам все понятно. Если говорить про настройки, конечно же, вы знаете, что основной момент, который влияет на нашу фотографию, это баланс белого. Если вы сидите в темной комнате и говорите, что Lightroom и Photoshop вам помогает, ну, вы молодцы, вы круты, но мне не помогает абсолютно. Для меня понимание обработки, постобработки фотографии, это такое, знаете, в кавычках пост, ну, это по умолчанию надо делать, но этому я вообще минимально уделяю внимания, потому что все внимание, которое мне тратится на съемки, которые я делаю, на настройки камеры, влияет это непосредственно до того, как я нажимаю на кнопку. Вот и все. Все достаточно просто. Смотрите, какой вы снимаете скинтон, смотрите, какое должно быть лицо, посмотрите вообще, какие цвета вы используете в фотографии, чтобы потом не сидеть и кисточкой красить. В рамках своего мастер-класса знаете, вы скажете такое мнение. Спрашиваю, говорю, вы много занимаетесь там, девочек спрашиваю, вы много занимаетесь фотографией, ну, обработкой? Девчонка говорит, да, потому что нужно лица высветлять, нужно там то, все, то, все. По ночам сидим, получается, что вы сидите по ночам, почему? Потому что вы не подготовили съемки, вы не взяли клиента за руку, не повели в магазин, не купили ему ту одежду, которую он должен одевать и начинаете что-то там красить, водить и вытирать, не умеете работать со светом, абсолютно не понимаете законы и, соответственно, начинаете что-то там тереть, что-то это все видно и просто, не любите свою семью, правильно? Поэтому старайтесь снимать сразу правильно, это правило. Уже пора это принять, уже пора посмотреть на всех топовых фотографов, которых вы знаете, попросите у любого фотографа, которого вы любите, попросите ему просто, скажите, ребят, выставьте раф, посмотрите на этот раф и увидите, что никто там ничего не красит, а есть, ну, мы не говорим в рамках волшебной, удивительной фотографии, да, мы не говорим в рамках там творческой фотографии. Мы говорим в рамках именно того жанра, который я занимаюсь, потому что я не могу назвать, что эта фотография волшебная. Абсолютно. Мальчик, собак, ничего здесь волшебного нет. Там не бегают огоньки, еще что-то, еще что-то. Мне это не стоит задача. Мне стоит снять это хорошо, отдать заказчику или на мастер-классе показать, как работать со светом. Вот и все. Понимаете? Цветочки, бабочки, это не волшебная фотография. Волшебная фотография, творческая фотография, там немножко можно позволить себе серое лицо в рамках того, чтобы показать атмосферу, там еще что-то, еще что-то. А в рамках детской фотографии синие лица, которые вы снимаете зимой, показывать, выкладывать, это называется, что вы снимаете трупов, понимаете? Потому что цвет лица говорит о многом. Задумайтесь тоже об этом. Я думаю, что это хороший для вас будет посыл, хорошее понимание и направление, что баланс белого играет колоссальную роль в фотографии. Учитывайте это. Не надо все фотографии тонировать в облачко и это снимать в облачке. Я уже на мастер-классе говорю, в каком снимаете? Мы в облачке, все в облачке и зубы в облачке даже, вы тоже понимаете, потом зубы в облачке, все в облачке. Круто, замечательно такая фотография осенняя, 24, там 12 месяцев в году осенняя. Ну, это замечательно, это здорово, но я работаю по-другому, я работаю с цветом, мне нравится работать с цветом, мне нравится ставить все твои акценты, мне нравится привлекать хоть чем-то, пускай мне компенсационные фотографии, они не сверхинтересны, но в то же время мы же можем привлекать зрителя разными инструментами, да, это в то же время каждый фотограф привлекает себе внимание чем? Кто-то может привлекать, например, интересным ракурсом, да, кто-то привлекает геометрией, кто-то привлекает светом, кто-то привлекает цветом, кто-то привлекает резкостью, не резкостью, шумом, не шумом, потому что фотография вообще же все ну, в кавычках субъективно, да. Свой Раф покажете? Да, ребят, зайдите ко мне, давайте, зайдете завтра с утра, я вам покажу Раф, какой фотографии, давайте я покажу вам Раф вот этой фотографии, хорошо? Давайте договорились, завтра с утра просыпаетесь, и Раф вот этой фотографии у вас будет у меня в аккаунте, пожалуйста, заходите, Игорь, нижней подчеркиваю, подолянной, и увидите, либо по ссылочке перейдете, и увидите Раф этой фотографии, я думаю, что вы удивитесь. Тоже Раф вопросов. Прекрасно, все, договорились, завтра Раф у вас будет, будет запрос, могу их хоть выкладывать каждый день, вообще не вижу никаких проблем, и чего их прятать, и зачем их прятать, да. Так, давайте дальше, что касается постобработки, по плану, да, мне идет, по постобработке, ребят, постобработка занимает меня, она занимает какое-то определенное время, ну, а это, наверное, процентов 10 из 100, которых идет на, идет в целом на кадр, да, для того, чтобы он был готовым кадром, почему? Потому что я очень много уделяю внимания, я очень часто, где выступаю, говорю, что уделяйте много времени внимания подготовке, в детской семье не в фотографии особенно, почему? Потому что от того, какая площадка, от того, какое время года, от того, какое время суток вы приехали, будет меняться атмосфера фотографий, да, а детская особенно, потому что не всегда же мы должны снимать детские фотографии, там, веселые какие-то, да, это же, ну, детские эмоции не только смех, иногда хочется показать, вот, жалко, папка не расшаривается в рамках именно прямого эфира, потому что я подготовил в рамках, именно если говорить про, сейчас я найду фотографии, которые покажут очень даже хорошо эмоции мальчика, который я снимал, потому что были эмоциональные кадры, и, видимо, мы их не увидим, ребят, простите, а, есть, пожалуйста, эмоции же могут быть и разные, и свет, и цвет, и может подчеркнуть ту или иную степень ваше, 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 ваше кадр, да, давайте так назовем это, что касаемо, а снимаете вы в режиме Live View, да, я снимаю в режиме Live View частенько, первый кадр всегда выставляю, но не только, но снимает достаточно много, потому что хочется посмотреть, что я снимаю, хочется посмотреть цвет, да, это я использую, по книгам, ребята, есть целый пост, зайдите, пожалуйста, у меня в рамках моего аккаунта найдете там пост, который почитаете, там, 10-12 книг, буквально 3 или 4 поста назад выкладывал, это что касаемо книг, видите, мы снимали мальчика, вот такая интересная история, сложная очень съемка была по саму процессу, одна из самых сложных моих, ну, мальчик что-то хамбрил, ну, мы сейчас по этому тоже немножко поговорим, но я по психологии хочу сначала фотографий поговорить, пост-обработка это просто как факт, как данность, без этого никак, ребят, как бы мы круто не снимали, но пластику надо делать на своих работах, понимаете, это уже пост-обработка, если так в той или иной степени нам нужно добавлять, убирать что-то, добавлять насыщенность, убирать яркость и так далее и тому подобное, конечно же, разрисовывать объем, это неизбежно, это факт, но в первую очередь будет стоять тот момент до нажатия ваших кнопок и сколько проделать шагов, шаг вот начиная от момента формирования идеи, да, я надеюсь, давайте я вам покажу сейчас фотографию, если говорить вообще в целом, как рождаются какие-то те или иные истории, вот, пожалуйста, историю я видел, ну, увидел, которую мне захотелось снять в рамках вообще в целом, именно вот так все же снимают, очень много поля и так далее, и тому подобное, и у меня была такая идея снять вот этот кадр, да, то есть я нашел интересную одежду, как нашел, у меня есть дизайнер, с которым я сотрудничаю, и я начал снимать вот такую интересную историю, сейчас мы, наверное, дойдем до самого интересного, видите, да, видите, да, референс, ну, это называется референс, да, то есть мудборд, как хотите, что хотите, так и называйте, это ваше право, вот такой кадр я хотел снять, и сейчас я вам покажу, что я в конечном итоге снял, я вам сейчас покажу про то, что вы много читаете, я тоже читаю, когда я готовлю стольные лекции, я очень читаю много материала своих коллег, которые высказывают то или иное мнение о съемках, которые они проводят, ну, по крайней мере, я выскажу мнение свое, ну, в принципе же, похоже, да, идея есть, одежда есть, дети есть, дети крутые, видите, что дети достаточно, ну, сейчас мы с вами тоже поговорим про вот эти, какой смысл в постановочных фотографиях, мы тоже об этом обязательно поговорим, и вот этот кадр, вот как раз, наверное, к вам, я не знаю, как вас зовут, к вам вот этот вопрос, смотрите, вот этот кадр, и увидели референс до этого, да, в котором участвовал, что я хотел снять, я приехал на площадку, дети достаточно взрослые, там уже до 10 лет, то есть это уже и мальчик, мой сын, ну, он маленький, с маленького какой там спрос, но большая проблема была со взрослыми, да, я никогда в жизни, ну, по большей части, если мало, детей где-то до 120, это ростом имеется в виду, а тут детки уже по 140, 135, 145 достаточно уже большие, и я думал, что с ними, работая с ними, вы, мы действительно, Павел, я просто приду, скажу так, копай, ты, вяжи, ты, коси, от эмоций просто бегай для фона, да, то есть казалось бы, что съемка уже со старшими детьми, она как бы легче, потому что они уже как бы в сознании, плюс-минус, неважно, в какую цель они пришли, либо их мама туда попросила прийти или по-другому, как хотите так называйте, но в любом случае они туда пришли, но вы знаете, я увидел, что с детьми, которые постарше работать намного сложнее, в разы сложнее, которые там, грубо говоря, до 14 лет, почему? Потому что у них уже есть свое мнение, уже характер, и они очень быстро перегорают, у меня мальчик стоял с этой косой уже, знаете, у него такой вид, ну вроде бы стоял и стоял, косил, но видите, это было что-то нечто, девочки вязали эти снопики, это просто было что-то, с серпом стояли, поставьте четыре героя, кто там, очень это часто, вот эта фотография, я выложил в контакт, в разные ресурсы, и получил много откликов, таких негативных, с разряда, какой смысл в таких постановочных фотографиях, ведь дети этим не жили, они пришли, поснимались, ушли, и это не их жизнь, для чего родителям такие открыточные фотографии, и вот такой же план нам не писали, а я вам хочу сказать, ну вы знаете, я вам скажу, зачем вообще людям такие фотографии, людям нужны такие фотографии, потому что они не хотят жить в своем, как вы написали в жизни, да, в жизни, вы посмотрите на нашу жизнь, наша жизнь она серая, скучная, абсолютно не красочная, поверьте, я был в разных городах нашей страны, и люди заказывают вас как фотограф, они не хотят получить свою жизнь, свою жизнь они сами могут на айфон наснимать, и это будет стоить ноль, понимаете, люди хотят верить сказку, почему очень хорошо продаются открытки, почему продаются, почему вы ходите на фильмы наподобие аватара, почему вы ходите на мультики, которые цветные, яркие, потому что мы все хотим уйти из нашей реальности, понимаете, это факт, уже порад с этим согласиться, если вы говорите про лайфстайл, который на сегодняшний день в тренде в фотографии, дорогие мои, вы откроете лайфстайл фотографов, я не говорю про достаточно хороших, я думаю, что вы знаете, известных ребят, но давайте откроете обычные фотографии, которые кричат, ой, я снимаю как в жизни, как в жизни, да, посмотрите на те фотографии, у них нет абсолютно никакого цвета, у них абсолютно пофигу на свет, у них абсолютно пофигу, что здесь фингалеты под глазами, что мужик душит ребенка, там видно же, что он его зажимает, и в этот момент еще маму придушивает, что это просто, ну реально некрасиво, научитесь снимать кадры, которые будут цветной, яркие, которые передаст атмосферу съемки, которые передаст атмосферу той пары года, когда вы снимаете, да, лето, зиму и так далее, и тому подобное, и чтобы был и свет красивый, и улыбались они в то же время, да, они пришли, да, это наиграно, но все, что мы делаем в рамках нашей жизни, это наиграно, понимаете, это фотография, это вообще все наиграно, любой портрет, в котором вы стоите, вам его нужно поставить и наиграть, потому что вы тоже туда не пришли, просто так, если вы будете, что тогда мы получается, что фотографы должны снимать картох, как жарят картоху, собирают картоху, там еще что-то, нашу жизнь, зачем мне моя жизнь, свою жизнь я и так знаю, я обращаюсь к тем, если я хочу лайфстайл, я хочу получить лайфстайл, чтобы красивый цвет, красивый цвет, топовый фотограф, который занимается лайфстайлом, они это делают, но не надо обобщать все в одну кучу и сделать все серо, вот это я называю, в моем понимании, вот это лайфстайл, посмотреть, красивые дети, да, стоят, да улыбаются, посмотрите на свет. А попробуйте, снимите этот кадр, поставьте 4 героя и заставьте сделать вот такую фотографию. Вы знаете, что это одна из самых сложных моих фотографий и вообще фотография, которая снимается больше двух героев, это одна из самых сложных. Настя Акалот, которая снимает большие семьи, я просто не представляю, как она делает, потому что в рамках 4-х детей, 5-х детей, которые у меня съемки сейчас реально, и вроде бы дети взрослые, это архи сложно сделать. Самые легкие съемки в детской семейной фотографии, это маленькие дети. Все кричат, ой, я не капризничаю. Да ладно, перестаньте, ребенку щенка бросил, он такой хихиха-ха-ха, быстренько поснимал, побыстрее, снял там 200-300 кадров, нашел потом красивое. Самые сложные ваши фотографии будут с детьми, которые постарше. Самые сложные ваши фотографии в детской семейной фотографии будут те, которые мама просит там ребенка 12-летнюю, а у меня недавно на съемке девочка взяла, я вам сейчас покажу эту съемку, семейную фотографию, здесь еще должна была быть девочка, она просто убежала, да, убежала бегать на тренировку, вот и все. Вот архи сложные фотографии, лайф ставят там, в принципе, это не так сложно. Давайте еще поговорим про идеи, смотрите, у меня, я в свое время недавно буквально решил снять вот этот кадр, я вам хочу показать референс, который у меня был, и действительно, знаете, мне кажется, что я вытянул этот кадр, ну, удачно, один из самых удачных моих, согласно референсу, снимков, есть ли он у меня здесь. Ребят, не покажу вам, потому что папку не расшаривает в рамках Инстаграма, очень жалко, потому что я скинул ее в... Ну, вообще, скажем так, я увидел картинку, и потом захотел вот снять такую историю, дети несут пугало, чучело, ну, немножко, пускай образы, но они мне все равно нравятся, ну, многих кто-то сказал, что, ну, как-то, больше городской стиль, ну, вы знаете, мне в рамках именно того, чем я занимаюсь, и лично меня, мне это нравится. Я снял только кадр, детишек, которые несут, там, чучело, там много фотографий, но это один из вырванных, там, из контекста, скажем так, кадров. Именно для себя, для души, по-моему, прекрасная идея, ну, референсу, жалко, что нет. Все же здесь есть, а что здесь нет в этом кадре? Здесь нет кадра жизни, да, ну, нереальные, ну, представьте, что я лично представляю, потому что я знаю, что в своем детстве я бегал, пугало ставил на огороде, что-то такие, какие-то истории были, ну, пускай это на современный ряд, лад, пускай это с цветом, пускай это с хорошим светом, ну, пускай одежда плюс-минус можно действительно согласиться, не согласиться, но история живая, живая история. Фотограф – это же человек, который создает истории, создает память, создает магию, и, по-моему, мне кажется, в данном кадре все прямо сложилось. Давайте дальше. Так, что касаемо наших вот темы, давайте немножко почитаю ваш вопрос, мне будет очень, зачем-то нужно немного то, немного не то, извините, а мне кажется, наоборот, очень здорово реализовать такие идеи, ну, каждому свою классную идею. Больше, кто снимку постановил, как это искусство. А где вы находитесь людей для творческих съемок? Вы знаете, я не нахожу абсолютно нигде людей, почему? Потому что если вы уже имеете какой-то определенный уровень, если имеете какой-то определенный опыт, то ребята приходят сами, есть супруга мне занимается, ведет базу моделей, которые к нам обращаются в той же степени, хотят поработать с нами, и, соответственно, мы уже тогда обращаемся. Либо ищем непосредственно в Инстаграме, ищем ВКонтакте, ищем на сайтах, где дети размещаются, и пишем им, и спрашиваем, на каких условиях они будут работать в той или иной степени. Поэтому, что касаемо, если вы только начинающий фотограф, я вам рекомендую снимать больше. У каждого из нас фотографа, будь это мужчина или женщина, есть близкие. Снимайте ваших друзей, снимайте ваших близких. Вы видите, что в моем портфолио очень много сына моего, да, видели даже на мальчиком с сеном, да, съемку с сеном. Я туда тоже брал его. Дети, наши дети, это та возможность, тот, скажем, вот ваши модели, короче, вот они. И иногда и не надо других искать. Если вы считаете, что у вас ребенок красивый, некрасивый, в той или иной степени, ну, умеете просто скрыть. Например, мальчик, он лысый, да, у него маленький, мало волос, и еще ушки на него большие. Я ему постоянно надеваю шляпу, и все круто, все хорошо, и процесс идет, все здорово, все замечательно. Поэтому с моделями не бывает проблемы с моделями. Бывают проблемы, по большей части, в том, что мы не хотим их искать, возможно, либо ждем непонятно зачем чего-то, когда ко мне обратиться, там, в топовую модель. Зачем ждать топовую модель? Снимайте своих близких. Ваших близких много, красиво. Все мы по эталону красоты разные, плюс-минус, но и эталоны меняются. Поэтому я не думаю, что процент, что проблемы с моделем вообще должны возникать. Давайте быстренько по вопросам. Эфир у нас часовой, я не планирую выступать там больше двух часов. Час-два, это всего лишь Инстаграм, и в рамках нашего аккаунта и часовой эфир заявлен. Поэтому я буду быстро с вами разговаривать, быстро отвечать на ваши вопросы. По мере их поступления у нас есть еще 15 минут. Если хотите, задавайте, конечно же, тема откроется. А зачем фильмы снимают? Разные они же тоже не жили, но все смотрят. Да, ребят, это правда. Посмотрите тот же Аватар, один из самых кассовых фильмов в мире. Почему он популярный? Потому что там, черт побери, не наша планета, где заводы. Я был сейчас в Челябинске, где въезжаешь. Мне понравилось, мне очень люди понравились. Но город реально. Карьеры и так далее, где пахнет, где все серые, все дома серые. Зачем люди идут в кино? Люди идут за чудом. Фотограф это чудо. Уже пора это принять как данность. Так, но все смотрят. Да, согласны, можешь брать разные роли. Бред комментарий. Ну, такое. Откуда вы находите для семок творческих? Ребят, я вам ответил. Либо мы пишем просто. Ищу модель на творческую съемку. Еще раз говорю. Детей модели не бывает некрасив. Они просто, когда я отказываюсь, дети меня пишут, я просто им, знаете, отказываю. Они просто, возможно, неподходящие под образ. Если, например, здесь был мальчик, которым мы видим фотографии, у него были темные волосы, девочка темная. Но мне кажется, не сошлась бы история. Правда? Ну, как-то оно бы все потерялось. Совершенно другую историю хотелось. Вот и здесь я именно под эту съемку искал конкретно мальчика рыженького, такой, он рыжеват немножко. А это оказалось у случайного сестра. Абсолютно редко снимающийся вообще нигде. Мальчик очень популярный. А девочка – это просто его сестра. Поверьте, мальчик так, ну, что-то он устал. Я думаю, далеко очень. Съемка далеко была от Москвы. Ну, плюс они ехали далеко часа три. То есть он устал, а она такая, знаете, живая. И она вывезла практически съемку всю, вообще абсолютно не являясь моделью там профессиональной. Поэтому, ребят, ну, дело не в моделях. Давайте чуть-чуть что-то я дальше примотаю. Дальше пойдем по вопросам, по моделям. Это все достаточно. Ребят, если вы будете прикладывать усилия, если вы будете стремиться, если вы будете работать над собой. Вот мой сын. Да ладно. Вот вам кадр с моим сыном. Да, я вам снял капустную историю, потому что я в детстве бегал, собирал капусту. Да, пускай я ее приграсил, одел мне такую страшную одежду, в которой я там бегал. Потому что по большей части как страшно. Ну, обычно шорты и там майка, скорее всего, какая-то была. Да, я его взял, одел в цветную одежду и посадил в капусте, и он собирал капусту. Ну и что? И что здесь не живого? Что здесь неинтересного? И мне, как для отца, даже пускай здесь руки обрезаны, я его не вижу, но я эту фотографию оставил. Она плохая, да? Почему плохая? Потому что кистьей не видно, то есть ощущение, что это ящик откусил ему руки. А он в этот момент улыбается. Ну, мне для отца, как это мой сын, понимаете? Мне этот кадр дорог, мне этот кадр нравится, и я его обожаю. Все просто. Вот этот кадр получше. Ну, вот, пожалуйста, модели. Где вам искать моделей? На Богораде я вам полно покажу свои фотографии, где у меня и сын является одной из самых моих любимых моделей. Плюс я снимаю с нашей соседкой, которая тоже, вот ее мать, ее детей снимаю и снимаю своего сына. Очень часто, по крайней мере, в прошлый год был прям под этим девизом. Ну, пожалуйста, вот тоже ее дети. Мы снимали такую историю в рамках мастер-класса моего друга. Вот я снимал историю, это уже моя история. Вот история. Чем вам не история? Что вам еще надо? Куда уж лучше? Какой вам еще лайфстайл надо? Снимите, попробуйте этот кадр. Когда снимете, мне будет нечелестно посмотреть, потому что это самый сложный кадр, самая сложная моя съемка. Ну, там здесь мало героев, но там есть побольше. Вот. Один самый сложный кадр в моей истории. Почему? Потому что снять практически четыре героя и пять собак, поверьте, достаточно сложно и не так-то просто. Тяжелая съемка была, но результат мне очень радует. Я прям люблю эти снимки. Редко бы так детей рассказал в точку браво. Я всегда любил открытки, люблю и своим детям буду заказывать такие же фотосессии. Молодец. Так, дальше. Тоже так сниму. Прекрасно. Такие интересные, живые, крутые фотографии. Спасибо. Согласны, не репортажные. Ну, понимаете, я даже в репортаже, всегда неважно, будь это репортаж, будь это детская фотография, постановка, постановочный лайфстайл или что угодно. Понимаете, самая важная вещь, которую вы должны понимать. Люди на этих фотографиях должны быть красивыми. Ну, черт побери, но за это вам будут платить деньги. Люди не хотят видеть себя, когда мы вот такие сидим там за компьютером. Люди хотят видеть себя таким причёсанными, красивыми, нарядными, улыбающимися, волшебными, воздушными, черт побери. И я себя в таком вот не самый худой человеке, я все-таки представляю себя худым, красивым, молодым и там, не бородатым, например. Я хочу это видеть на фотографии. Дарите чудо. У нас есть такая уникальная возможность, фотоаппараты, у нас есть уникальная возможность менять мир и менять обыденность. Вот что должно вас заряжать, то, что должно быть в детской, семейной, в любой фотографии. Вот это круто, мне кажется, ради этого. Всё, верно. Да, очень сложно. Пришла в эфир, думаю, как у всех. Аспар, сказать, какие цвета, просто солнце. Спасибо. Тут с двоими носишься. О, да, я в шоке. Вот это фотошоп. Малыши боли. Я не знаю, про кого-то я не был у неё на мастер-классе, она будет выступать в рамках спикера в моём онлайн-фотошколе. Я с Настей знаком лично, но мы как-то не говорили о её съёмках, не было этого возможности. Как-то мы сидели, как все нормальные люди сидели в рамках фотофестиваля, выпивали, поэтому мы разговаривали явно не о фотографии. Но я обязательно хочу с ней пообщаться лично, поближе познакомиться и действительно посмотреть, как это происходит, потому что для меня это интересно не в плане того, что я хочу это снимать. Мне просто интересно, как, чёрт побери, 12 человек снять, чтобы это было красиво. Я не знаю. Так, напишите аккаунт на колод. Так, есть, Настя, здорово, откуда черпать идеи. Идеи я вам показал. Смотрите, кто спрашивает, вы видели картинки с сеном? Ребята, возьмите, наберите. Крестьянские дети копают картошку, крестьянские, ну, например, система из детства, да, если она вам близка. Берите там идеи, черпайте там идеи, и всё у вас получится, понимаете. Идеи детская, наберите такой просто в Яндексе. Картины детства, да, картины детских художников в СССР, например. Вы видите столько там идей, что вы просто обалдеете. Как можно снять котёнка, девочку, как её одеть, и так далее, и тому подобное. Какие густы найти, и так дальше, и так далее, и тому подобное. Потому что, по сути, я вам показал, ну, видите, невозможно найти, потому что он сохраняет, показывает. А, вот, помните фотографию, чучелом, да, я вам показал, вот где идея. Ну, чем не идея? Возьмите её, трансформируйте, возьмите её, переделайте, возьмите её под себя подстройте, вот вам кадр. Чем этот кадр, да, он другой, да, здесь такие дети не гламурные, ну и что, ну, сделайте их гламурными, либо их сделайте такими, вот вам идея. Что ещё вам надо? Сделайте чучело, купите. В моём случае вообще пришлось Богу душу продать, чтобы их сделать. И огромный привет моему моему организатору Кетербурга Анастасии Барминой, которая это чучело за сутки сделала своей девочкой, потому что я дико расстроился, в Москве у меня сделали его за 4 тысячи, я чуть не плакал там. Ну, это уже такое. Так, спасибо. Вспышки часто используют? Да, ребят, у меня мастер-класс, который направлен на съёмку с дополнительным, вообще про свет, о свете. Я показываю, как работает со вспышкой. Со вспышкой работать очень легко, в рамках детской семейной фотографии, но маленьких детей всё-таки не снимают со вспышкой. Скажем так, 100 до 100 я всё-таки стараюсь не использовать, потому что всё-таки дети не очень хорошо на свет реагируют. Всё, что выше, можете смело использовать. Всё будет круто, всё будет хорошо. Спасибо большое. Софтбоксы на улице использую? Конечно, ребят, но если это солнце, вы же знаете, что софтбоксы – это практически ваша облачка, которая закрывает ваш импульсный свет, потому что импульсный свет в любом случае даёт достаточно жёсткие тени, соответственно вам придётся использовать какой-то ещё либо зонт на просвет, либо софтбокс, либо октобокс. Я использую октобокс, очень крутая штука, рекомендую вам, пожалуйста. Оно мало места занимает. Вот и всё, по одной простой. Сколько заказов в неделю? Ребята, у меня нет сколько заказов в неделю. Понимаете, у меня не штучная, у меня не такая потоковая фотография, которая понимает, которая стоит, она не стоит потоковая, понимаете. У меня фотография, которая есть, я на сегодняшний день, я сейчас не брал коммерческие заказы, два месяца. Почему по одной простой причине? Потому что у меня нет времени. Плюс меня обучают мастер-классы, плюс я сейчас на фотофестиваль уезжаю, я сейчас с вами эфир, через два часа я в ночь улетаю в Киев, у меня там два дня мастер-класса, после мастер-класса я возвращаюсь в Москву, с Москвы 7 часов в Москве, вылетаю в Владивосток, и потом так где-то в течение месяца, понимаете, какие заказы. Но если взять, вы не понимаете, как мы работаем. Я приезжаю к клиенту, у меня клиент, я всегда говорю, главное, чтобы пришел в трусах. Все полностью обеспечение по одежде, по еде. И мне важно, чтобы человек высказал то, что он хочет получить, и показал пальцем, что он хочет получить в рамках моего портфолио. А дальше мы просто полностью выстраиваем работу. У меня человек, главное, чтобы на съемку приехал. Все остальное я беру на себя. У меня нет такого, что вот возьмите там синие, оденьте сами. Никакой сами у меня нет. Я получаю за свою работу достаточно большую сумму. Я сопровождаю своего заказчика от момента, когда он ко мне поступил, как заказчик, как друг, как неважно кто. До момента того, когда он не уйдет и не улыбнется мне в конечном итоге. Вот моя цель. И если вы будете придерживаться этого и не перекладывайте ваши обязанности на спину ваших заказчиков, все будет круто. Если вы не хотите часто поднимать свои попы и кричите, что мои клиенты плохо оделись, так это вы виноваты, понимаете? Это не клиент виноват. Это вы не проконтролируете. Это вы сидели в этот момент, нямкали, хрумкали, что-то еще делали. А вы должны были в этот момент обеспечить. Человек не должен знать, какую одежду он собирает. Он не знает, что футболка это некрасиво. Он увидел вас в футболке, он одевается в футболку. Снимите по-другому, снимайте творческие съемки, снимайте проекты, показывайте, что мир другой. И все поменяется. Поэтому у меня нет такого, что сколько я должен каждую неделю. Я не должен этим делать, мне не надо этого делать. Я не хочу, как в свадьбах перегореть, потому что я снимал по 70-80 свадеб в год, и реально от них у меня уже глаза шар, балет. Я не хочу этого делать. Я снимаю не потоком. Я могу себе это позволить. Я рекомендую вам относиться так же, если вы хотите 300 снимать. Ну, снимайте. Каждый выбор свой, и выбирайте свой путь сами тоже, ребят. Так, давайте у нас 4 минуты. Да, пользуюсь вспышкой, ребят. Фотосессия в целом длится мне где-то полтора-два часа. Ну, где-то так, абсолютно. Ну, редко, что час. Потому что, понимаете, нужно создавать для человека, который приходит к вам на фотосессию, создайте чудо. Ко мне приезжают они, например, клиенты. Они приезжают, у них атмосфера, там уже бегают животные. Для них, для ребят это праздник. Понимаете, создавайте праздник, и все будет круто, и вы получать будете от этого удовольствие. Использую фонарь All Day Light 3000 и 5000. Как составить план на коммерческую съемку? Достаточно просто. Приезжайте к заказчику, спрашивайте, что он хочет получить. У вас должно быть определенная уже какая-то стоимость животной, одежды, подбор образов, что вы хотите снять, услышите, время, узнаете, когда, в какой день. И, соответственно, под это подстроить. Коммерческая съемка есть организована прямо в моем итоге. Это очень сложно, это очень муторно. Ну, это и не дешево, поэтому как бы меня особо это и не напрягает. Как фокусироваться? LifeView? Нет, фокусируюсь по центральной точке. Вот и все, все достаточно просто. Папа, так. Ну, в котором дают эмоции. Так, давайте. У меня тоже сценария лучших моделей. Прекрасно, бомбически. Все, спасибо. Как все резкости, да? Как все герои резкости. Какая? Спасибо. Резкость. Да, абсолютно резкость. У меня все, практически все на открытые. Ставьте в одной плоскости, снимайте непосредственно по вашему... Будьте перпендикулярны вашим героям, и все у вас получится. Сами обрабатывают? Да, сам обрабатывают. Еще обработчик, девочку вроде бы нашел, ретушера, я надеюсь, что мы с ней сработаем. Какой режим фокусировки используете? Центрально взвешенный. Смотрю, слушаю, у вас получается статическое удовольствие. Прекрасно, я рад, что это... Игорь, спасибо, я зашла в эфир случайно, и зашла, очень интересно вас слушать. Спасибо вам, ребят. Спасибо, понятно, как это кино хорошо объяснили. Ребята, у нас нет возможности пообщаться с вами дольше. Давайте с вами быстренько пройдемся по нашему... В домашнем задании, есть же домашнее задание, все как положено. В конце прямого эфира дайте задание ученикам по теме вашего эфира. Ребята, тема моего эфира, вы знали детская семейная фотография, хотелось бы, чтобы вы сняли какую-то интересную историю, либо, по крайней мере, пришлите мне мудборд. Кто не знает, почитайте по гуглу, что такое мудборд, то есть съемка, которую вы хотите снять, и как вы ее реализовали. Крутое задание, надо будет под ним попахать, но по-другому не попадете в мою онлайн-фотошколу, в которой курс стартует буквально через 15 ноября. Опять следующий набор, курс «Быстрый старт», очень полезная информация, 40 лекций, цена тоже 3 копейки, поэтому кто хочет, присоединяйтесь, пишите в личку, я скину вам ссылки. Кто выиграет, кто, соответственно, проведет, все сделает, конечно же, мы его запишем в онлайн-фотошколу, вы будете обучаться, вы будете наблюдать меня два раза в неделю, и, по-моему, я надеюсь, что для вас будет круто. В своем аккаунте я выложу интересный сторис, и, соответственно, там будет секретное слово. Пожалуйста, укажите его, это тоже очень важно. Ну что ж, ребят, я рад, что вы были со мной, я рад, что час пролетел быстро, в какой-то степени, я надеюсь, что я ответил в той или иной степени, по большей части, наверное, о психологии моей фотографии, о психологии, о том, чем я занимаюсь. Я надеюсь, что это вам близко, если вам не близко, я кого-то обидел, ну, ребят, всем не угодишь, а может и не надо. Я занимаюсь тем, что мне нравится, я создаю то, что мне нравится. Если вам это не нравится, создавайте свои, то, что вам нравится. Ребят, всем нам хочется, я вам хочу пожелать, будьте, любите то, что вы занимаетесь, будьте трудолюбиками, трудолюбофотографиками, Как угодно себя назовите, ребят Снимайте, чем больше будете снимать Тем больше будет практик, тем быстрее у вас все получится Всем вам пока Пишите в директ, будут какие-то вопросы, с удовольствием отвечу Всего хорошего, хорошего вечера До свидания